здравствуйте с вами евгений карташов и в этом уроке я покажу как правильно накладывать виньетку на изображение это можно сделать с помощью lightroom или adobe camera raw так как инструменты у этих программ абсолютно идентичные и они используют один и тот же движок казалось бы что такого но взял да наложил виньетку затемнил края но здесь есть некоторые нюансы обратите внимание вот этот снимок сделан на открытой диафрагме на диафрагме 1.8 объективом 85 миллиметров и как правило объективы на открытой диафрагме имеют собственное виньетирование здесь отчетливо видно по краям вот такое затемнение особенно по углам если мы хотим наложить собственную виньетку на нам нужно в первую очередь избавиться от виньетирования который дает объектив каким образом это лучше сделать для этого нужно перейти на вкладку lens correction вот она basic и включить коррекцию профиля объектива то есть поставить галочку enable profile corrections можем пощелкать и вы отчетливо видите что виньетирование у нас пропадает также можно поставить галочку remove chromatic aberration удалить хроматической аберрации ну хотя вроде бы здесь их не наблюдается но на всякий случай можно далее идем на вкладку profile здесь мы можем регулировать степень удаления искажений и степень удаления виньетки объектива то есть вот таким образом мы виньетку полностью не удаляем то есть мы отключаемые удаления если мы поставим на плюс 100 то края могут оказаться даже светлее чем центр кадра но в данном случае этого не произошло то есть виньетка у нас удалилась корректно полностью именно при значении виньетинг на 200 процентов если вам не нравится как lightroom исправляет искажение вы можете это отключить убрав distortion на 0 и вот теперь после того как мы исправили родную виньетку объектива бывает что нужно затем подправить экспозицию потому что виньетка она может затемнять все изображение и затем уже переходим на вкладку effects и виньетку мы будем добавлять с помощью вот этих регуляторов обычно используется режим highlights priority то есть с защитой светлых оттенков если мы хотим сделать просто наложение серого круга то есть серой виньетки мы можем переключиться на режим paint overlay то есть таким образом смотрите у нас будет просто накладываться вот такое затемнение если же мы включим highlights priority вот смотрите светлые оттенки у нас защищаются то есть они проглядывают сквозь виньетку и так как же нам правильно накладывать виньетку можно поступить следующим образом увести amount на минус 100 тогда виньетка станет черный и затем подбирать остальные параметры но можно сделать и по-другому мы слегка сдвигаем amount влево вот таким образом затем зажимая клавишу alt мы можем найти здесь среднюю точку то есть насколько виньетка будет стягиваться к центру обычно для того чтобы виньетка выглядела естественно параметр midpoint должен находиться немного левее чем параметр amount затем точно также зажимая клавишу alt мы подбираем округлость виньетки в данном случае я бы не хотел делать ее слишком круглой потому что иначе у нас затемнится лицо поэтому оставим как есть и значение фида растушевка обычно ставится на сто процентов для того чтобы виньетка была плавнее ну или около того вот таким образом виньетка у нас будет выглядеть естественно и не будет бросаться в глаза для того чтобы более точно подобрать форму виньетки можно поставить фида сначала на ноль а затем зажимая alt и передвигая остальные регуляторы то есть это roundness midpoint подобрать необходимую форму виньетки затем уже также удерживая alt определиться с растушевкой границ и в самом конце уже отрегулировать значение amount конечно то что я вам сейчас показал это очень малая часть возможности lightroom а более подробно изучить все его возможности и научиться качественно и красиво обрабатывать фотографии вы сможете с помощью серии моих видео курсов lightroom чародей на этом все с вами был евгений карташов до встречи на следующих уроках